Шаббат Здравствуйте, друзья! Мы рады снова быть с вами. И на этот раз мы хотели бы поделиться некоторыми мыслями по поводу Шаббата. Почему мы празднуем Шаббат? Скажу вам сразу, и Кэтрин, и я, мы любим это делать. Нам нравится на закате в пятницу зажигать свечи. Нам нравится читать молитвы, посвященные Шаббату, псалмы, благословения, благословлять вино и хлеб и преломлять его. Нам нравится делить его с друзьями. Да, нам нравится это делать не только самим, но и приглашать друзей присоединяться к нам, как друзей из евреев, так и из язычников, для того, чтобы разделить с ними молитвы и благословения, и, конечно, прекрасную трапезу. Особенный ужин. Мы для этой цели отделяем особые тарелки, столовое серебро, специальные бокалы. И мы унаследовали это от моей семьи и используем для особых случаев. Почему мы это делаем? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам следует задуматься о взаимосвязи Шаббата и всего того, что Бог сделал для нас. Все взаимосвязано, любовь Божья, все это связано между собой, в божественном замысле, в Библии, в истории. Все связано одно с другим, это все в одной связке, если можно так выразиться. И нельзя что-либо отделять, рассматривать по отдельности. И в молитве Шаббатней, которая следует за благословением хлеба и вина после кедуш, говорится о том, что Шаббат был дан как дар Божий, для того, чтобы помнили исход из Египта. И мы можем подумать, какая тут взаимосвязь. Задумайтесь о тех знамениях и невероятных чудесах, которые происходили во время исхода, начиная с Глаза Божьего из горящего куста к Моисею, казни египетские, чудеса и знамения, когда люди вышли из рабства, все за одну ночь. Затем обеспечение манной небесной, то, когда их вел столб огненный и столб облачный. И Бог Израиля пребывал со своим народом каждый день, как Красное море раступилось. Все эти прекрасные чудеса, но их Господь делал только единожды. Но одно из знамений, одно из чудес повторялось снова и снова и снова. Бог даровал манну, манна пришла с небес, и Иешуа говорит тоже о манне небесной, которую отцы ваши ели. То есть манна была на самом деле, это мог быть и естественный феномен, но он пришел с небес. И Бог заповедал народу собирать эту манну шесть дней, и они трудились, собирали ее, готовили ее, делали с ней что-то, варили, пекли и ели. Но на шестой день Бог распорядился собирать двойную порцию, потому что на седьмой день, в шаббат, народу было непозволительно совершать никакую работу. Этот день был освящен и отделен, и мы увидим, почему не позволено работать. Но в день до этого надо было собирать двойную порцию манны, потому что Бог не желал, чтобы люди ее собирали. Интересно в этой истории и то, что если бы в любой другой день люди решили бы собрать больше манны, чем они могли бы съесть, использовать, манна портилась, появлялся нестерпимый запах, червячки в ней, она становилась несъедобной, ее нельзя было есть. Она была столь ужасна, что можно было только выбросить вон. Но манна, собранная на шестой день, сохраняла свежесть и в седьмой. Ни гнила, ни вони, ни червей. И Бог являл чудо. И вы помните, что люди были в пустыне 40 лет, а каждый год 52 шаббата, то есть более двух тысяч раз Бог являл одно и то же чудо вновь и вновь. Каждый шаббат манна не портилась и сохранялась. Как если бы Бог сказал, «Подождите минутку, у меня есть что-то особенное для вас. В этот особенный день я вас обеспечу, я дам вам кое-что, сделаю нечто особенное непосредственно для вас». И в этот день, седьмой день, Бог хотел, чтобы люди отдыхали, потому что Он сам отдыхал. Что вы думаете? Мы знаем, что Бог отдыхал, мы знаем, что Он сотворил все. Библия рассказывает нам в книге Бытия, Историю Творения. Из ничего Бог сотворил все, что существует. И Бог сотворил всю Вселенную, Вечность, сотворил все галактики, планеты, Солнце и ту планету, на которой мы живем. И Он даровал нам всю красоту этой планеты, растения, деревья. Все это Он сотворил, и напоследок Он сотворил человека, венец Его творения. И затем Он отдыхал. Неужели вы думаете, что Бог решил отдыхать, потому что Он устал? Я, конечно, иду отдыхать тогда, когда устал, работал, и вот больше не могу работать. Я хочу привести пример. В том доме, в котором мы живем, в Англии, у нас дом на земле, и вокруг крыши желобки собирают дождевую воду, а у нас также много деревьев, на которых огромное количество листьев. И однажды я решил провести уборку, и это достаточно трудная работа, ведь мне надо использовать очень большую лестницу, потому что крыша достаточно высока, и лезть на крышу, и чистить там все, и вот целый день я все это делал, и потом устал так, что к концу дня просто не мог больше уже ничего делать. Я так устал, что сказал себе, мне нужен отдых. А на следующий день продолжил и работал, пока не окончил работу. Она была закончена. И теперь я мог отдыхать. Но не потому, что я устал. Я мог бы еще часами продолжать работать, но работа была окончена. Так что Бог отдыхал, потому что больше Ему не нужно было ничего делать, а не от усталости. Он не устает вообще. Он сделал все, что Он намеревался сделать. И вот Он дал нам особый день. И Шо говорит, шаббат дарован человеку, сотворен для человека. В этот определенный день Бог не совершал никакой работы, и Он не хочет, чтобы наш разум и наши сердца в этот день были омрачены заботами о работе. Бог говорит, не думайте, что вам делать, считайте все уже сделанным. Считайте все совершенным, потому что в этот день Я дам вам особую ману, которая не испортится, Я обеспечу вас. И параллельно этому послание евреям, послание евреям 4 главе, где автор послания говорит о покое Божьем, и Бог сердится на народ свой из-за того, что они не вошли в покой его. И в этом случае покой относится к обетованию о земле, которую Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову и потомкам их, и говорится, что они не вошли в него, потому что взбунтовались, несмотря на то, что они видели чудеса. У них не было веры. И здесь, в Евреям 4 главе, стих 2, говорится, «Ведь нам, так же, как и этим восставшим, была возвещена радостная весть о покое». Речь идет не о радостной вести Ишо, а о радостной вести крови Агнца, обеспечении Божьим, что Бог становится Отцом для народа, обеспечивая Его, что спасены не по своим делам, но рукою Божьей. Он все сделает без нашего участия. Это радостная весть. Но слова, которые они получили, не были соединены с верой в их сердцах, потому что в их сердцах не было веры. Они не верили и продолжали жаловаться, страдать и не верить. Когда они послали соглядатые в ту землю, Иисус Навин и Калиф сказали, «Мы сможем это сделать, несмотря на всевозможных гигантов». Но другие из народа продолжали жаловаться и говорили, «Нет, не сможем». Недостаток веры. И недостаток веры в Бога, того, кто обеспечивал необходимым уже две тысячи раз, неделя за неделю, совершая одно и то же чудо, и вдруг они не верят, что Он может обеспечить их снова. Они могли войти в покой. И Бог говорит, «Не можете этого делать, не войдете в Мой покой». Верующие должны входить в покой Божий, потому что это означает довериться Богу. Шаббат — это проявление доверия. Мы доверяем Богу, что даже если мы не будем работать, Он позаботится о нас. Даже если мы не будем собирать манну, еда будет все равно на наших столах. Почему мы проводим эту особенную вечерю со суверенными тарелками и бокалами, столовым серебром и особым ужином? Потому что это особенный день, день, который даровал нам Бог, в который мы говорим, «Бог, мы доверяем Тебе». Это демонстрация нашей веры в доверии Богу, в том, что Он руководит всем, даже если мы ничего не делаем. Бог обеспечит, позаботится, как суверенный Бог, обеспечитель, Отец, Король и Царь, Господь, Он контролирует все. И этот покой, продолжающийся шаббат, в котором мы доверяем все под контроль Божий, даже если мы не можем что-либо сделать, если мы чего-то не можем достигнуть, при том не только для Духа, Души, но и для наших повседневных потребностей, что нам есть, что одеть, нуждах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы доверяем Богу, а Он берет все под свой контроль. Шаббат — это весьма значимый и важный для нас день. И празднование его столь драгоценное, и нам доставляет большое удовольствие делать это, ведь мы чувствуем в этом присутствие Божие, когда мы делаем это от того, что... Я бы тоже хотел сказать, я ожидаю шаббат, я знаю, что дом должен быть убран, все должно быть готово, и все должно быть вкусно на столе. Это время, когда я могу почтить Бога, и потом наступает время отдыха и шаббат. Свечи зажжены, и я могу в радости войти в празднование с друзьями и тем, чем Бог обеспечил нас, и весь этот красивый путь перехода к шаббату с самого вечера. Это очень особенное время, потому что это время, когда мы говорим, Бог, мы доверяем Тебе. Мы верим в Тебя и доверяем Тебе. Мы доверяем, что Ты делаешь для нас благое. Ты, Авину Малкейну, Отец и наш Царь. Как Отец Ты обеспечиваешь. Помните, мы с вами ранее говорили о том, что Бог доказал, что Он Отец народу Израиля, обеспечивая и защищая их, давая им наследие. И этим был искушаем также Ишо в пустыне. Провизия, защита и власть, наследие. И мы можем сказать, Ты – Отец, и Ты – Царь, Который совершает царские поступки для нас. Ты берешь на себя инициативу, совершаешь, и мы можем войти в покой. И покой для народа Божьего – это постоянный покой, ежедневный покой. Это отсутствие волнений и страха, потому что Бог заботится о нас. Он любит нас и хочет явить Свою любовь нам, то, что Он хочет сотворить для нас. Но если мы решим это делать собственным путем, как люди, решившие собрать больше манны, чем было нужно, все пропадет. Так что шаббат очень важен как напоминание об этом. И для нас это возможность войти в покой, где мы не пребываем в заботах, а относимся ко всему необходимому, как к уже совершенному Богом для нас. В послании к филиппийцам мы читаем, что говорит Павел, «Начавший в нас доброе дело будет совершать его». Бог совершит для нас. Мы должны держать свой взор на Ишуа, который совершает веру нашу. Он – тот, кто приносит завершенность в совершенство. Все должно быть совершено и в духовной жизни, и в физической, в наших взаимоотношениях и связях. Он – тот, кто способен исцелять, освобождать, сделать нас свободными. И Он сделает это, если мы позволим Ему, дадим Ему место. Этот особенный шаббат, и это празднование – это не просто ритуал, это не ритуальное зажжение свечей или благословение вина и хлеба, совместная трапеза, не просто провозглашение молитвы и псалмов, это не ритуал, это хорошее напоминание, а также подтверждение нашей веры в господство нашего Господа Ишуа, в отцовство над нами Небесного Отца и демонстрация Божественной силы для заботы о нас и делах наших. Так что это празднование должно быть драгоценным для вас, драгоценным для всех нас. Это напоминание о том, что Бог сотворил, и что может сотворить, и что продолжает делать для нас. И когда мы входим в этот покой, мы видим в послании к евреям, 9 стих говорит о покое для народа, Божьего, принадлежащие Богу, входят в Его покой, потому что Он Сам вошел в покой, завершив Свою работу, и Он дает возможность больше не страдать, не голодать, не уставать, войти в покой Божий. и мы говорим, спасибо, Господь, спасибо за то, что Ты сделал это для нас, Ты сделал это для нас, Ты проявил заботу, и мы доверяем Тебе полностью, потому что Ты Бог, наш Отец, и потому что Ты любишь нас. Так что, дорогие друзья, отмечайте Шаббат, и в следующий Шаббат входите с радостью, и мы воздаем благодарение и находим покой в объятиях Божьих, покой в любви Божьей. И пусть этот Шаббат будет очень особенным для вас. И если в этот день вы встречаетесь у себя в общении и с друзьями для поклонения Богу, делайте это с благодарением в сердцах ваших. Делайте, говоря, спасибо за то, что даровал нам. Это особенное напоминание о том, кто Ты и какие взаимоотношения Ты даровал нам. Так что, дорогие друзья, огромных благословений Вам! А если приходит Шаббат, Шаббат, шалом! Вам! Мессианский Центр, возвращенный на Сион, из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv Сиона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова